Дорогие друзья, всем привет! Вы смотрите дайджест финансовых новостей на канале InvestFuture и мы обсуждаем главные темы, которые волновали финансовые рынки в среду. Довольно неплохой настрой на рынках сохраняется, при этом отдельные бумаги показывают очень высокую волатильность. Это меня, конечно, не может не беспокоить, но вот один из таких героев нового времени, это компания под названием Clover Health Investments, тикер на бирже Nasdaq CLOV, она также доступна на Санкт-Петербургской бирже. Это страховая компания американская, которая, кстати, пользуется поддержкой программы медицинского страхования Medicare, то есть компания такая достаточно заметная, и вот она стала новым фаворитом обитателей форума Wall Street Bets, тех самых, которые до этого отправили в космос GameStop и EMC Entertainment. И вот мы видим, что бумаги прибавляют более 20% на премаркете, такое было накануне, бумаги почти на 90% залетали, ну а за месяц акции дают плюс 190% и вполне возможно, что это не предел. Но нужно понимать, что дела у компании обстоят совсем-совсем нехорошо, в частности, вот весной был скандал по поводу того, что Clover Health ввела в заблуждение инвесторов, перед своим размещением на бирже через SPAC компанию, кроме того, вышел довольно слабый отчет за первый квартал, и вообще есть много вопросов, но тем не менее, вот шортистов выбивают, и выбивают довольно успешно. И, кстати, еще одна компания, которую сейчас активно обсуждают на Reddit, компания называется Context Logic, ticker Wish, то есть W-I-S-H, тоже вот волатильность по ней наблюдается повышенной. На мой взгляд, такая растущая волатильность в отдельных бумагах не является здоровым явлением, и уж точно никому не рекомендую стараться зарабатывать на этих явлениях, но интересно за ними наблюдать. Просто именно с такой научно-исследовательской точки зрения, конечно, я наблюдаю с огромным удовольствием и интересом. Движемся дальше. В четверг в США выходят данные по инфляции, хотя, кстати, Bloomberg вот тут опубликовал исследование, согласно которому частные инвесторы все меньше боятся разгона инфляции в США. Ну и также в четверг Европейский центральный банк объявит свое решение по монетарной политике. И вот в этом контексте интересно очень, мне кажется, поделиться прогнозом от Morgan Stanley, потому что в банке говорят о том, что все пять индикаторов, на которые Morgan смотрит, дают одновременный сигнал на продажу европейских акций. И это происходит в пятый раз всего лишь за последние 30 лет. Об этом пишет главный стратег Morgan Stanley по рынку акций Европы Мэтью Гарман. Помимо вот этих пяти базовых индикаторов, которые совпали, Morgan Stanley обращает внимание на то, что сводный временной индикатор Morgan Stanley подает сигнал на продажу еще с марта. И только что он достиг нового исторического максимума и превысил предыдущий рекорд, который был поставлен в июне 2007 года. А чем выше значение индикатора, тем сильнее, соответственно, сигнал на продажу. Ну, правда, Morgan Stanley говорит, что был прецедент в истории, когда рынок акций вырос после того, как все индикаторы сформировали сигнал на продажу. Это произошло в феврале 2016 года, когда США и Китай договорились об ослаблении доллара для предотвращения глобальной рецессии. Ну, а остальные три случая вот такого одновременного срабатывания таких сигналов наблюдались в марте 1990 года, в марте 1992 года и в июне 2007 года. И, как пишет Morgan Stanley, в течение шести месяцев после такого срабатывания сигналов на продажу фондовый рынок MSCI Europe снижался в среднем на 6%. Вот такие ожидания по европейскому фондовому рынку. А еще несколько дней назад стратегии Morgan Stanley по рынку акций США предупредили о том, что в ближайшие полгода индекс S&P 500 может снизиться на 10, а то и на 15%. Ну, не то чтобы такие прогнозы для нас это что-то новенькое, но, тем не менее, стараемся их отслеживать. Движемся дальше и немножечко новостей по рынку криптовалют. Налоговая инспекция в США хочет получать данные о транзакциях в криптовалюте. Эта новость довольно широко обсуждается, что, собственно говоря, известно. Комиссар налогового управления США, IRS, Чарльз Реттик заявил, что Конгресс должен предоставить налоговым органам четкие законодательные полномочия для того, чтобы собирать информацию о переводах криптовалюты на сумму более 10 тысяч долларов. Цитата. Нам нужны полномочия Конгресса, так как мы часто сталкиваемся с проблемами. И очень важно, чтобы Конгресс четко указывал нам, какие у нас есть полномочия для сбора этой информации. Реттик отмечает, что в мире 8600 бирж капитализация крипторынка больше 2 трлн долларов уже составляет. И большинство виртуальных криптовалют созданы так, чтобы оставаться вне поля зрения властей. И в этом смысле выступление Реттика в Конгрессе было довольно актуальным, потому что администрация Байдена нацелена собирать налоги на прирост капитала с волатильных рынков криптоактивов, а также на борьбу с незаконным использованием цифровых валют, которыми все чаще пользуются хакеры и злоумышленники, которые совершают атаки при помощи программ-вымогателей на корпоративные компьютерные сети. Ну и, собственно говоря, Реттик заявил, что не секрет, что огромные доходы, полученные за счет роста криптоактивов, ускользают от налоговой, и это способствует возникновению налоговой дыры, которая составляет около 1 трлн долларов в год. То есть это разница между законно причитающимися и собранными налогами. Так что посмотрим, к чему это приведет, но очевидно, что в США крипторынок собираются держать под гораздо более жестким контролем, чем мы к этому привыкли. Но при этом как раз-таки вот сегодня была очень интересная новость из Сальвадора, где, наоборот, ситуация разворачивается в другом направлении, потому что парламент Сальвадора принял закон, в соответствии с которым биткоин становится легальным платежным средством, и теперь даже налоги в биткоинах в Сальвадоре можно будет платить. Ну, помимо того, что просто там оплачиваете товары, услуги и так далее, базовая валюта для обменных транзакций – доллар США. Движемся дальше, немножечко о российской монетарной политике поговорим. У нас в пятницу, 11 июня, состоится заседание Банка России, и эксперты соревнуются в прогнозах, насколько же все-таки будет повышена ставка. Вы понимаете, что растет инфляция, растут инфляционные ожидания. У нас, кстати, в Телеграме был на эту тему сегодня замечательный пост, вы можете его почитать, оставлю ссылочку в описании к этому видео. Но, собственно, чего же ждать от ЦБ? Вот Goldman Sachs, например, считает, что Банк России в пятницу повысит ставку сразу на 50 базисных пунктов, то есть больше, чем в среднем ожидается по рынку. В среднем ожидается повышение на 25 базисных пунктов, но Goldman ждет на 50. Но больше того, предупреждает, что есть риск повышения и на 75 базисных пунктов, чтобы понизить инфляционное давление и заякорить инфляционные ожидания. И Goldman делает такой прогноз, опираясь на последние данные по инфляции. И при этом модель Goldman указывает, что инфляция останется немного выше 6% до сентября. К концу года снизится до уровня примерно 5%. Ну и, конечно же, это совпадает и с некоторыми опасениями ЦБ, который тоже озабочен ростом инфляционных ожиданий. Предприятий выше 20% об этом говорилось. Но, тем не менее, предполагается, что такой инфляционный шок, который мы по факту сейчас переживаем, будет временным, инфляция вернется к 3% к середине следующего года, если динамика рубля, в общем-то, никаких сюрпризов не преподнесет. Ну и считается, что вот как раз-таки повышение ставки будет сдерживать инфляционные ожидания и будет поддерживать курс российского рубля. И вообще, вот после статистики по инфляции, которая была накануне опубликована, мы видим, что все больше и больше аналитиков высказываются о том, что, конечно, повышения на 25 базисных пунктов будет недостаточно. Мы видим, что инфляция, получается, в мае базовая составила 6,04 в годовом выражении. Прогноз был 5,7. Так что логично. Вот Морган Стэнли тоже пересмотрел свой прогноз по решению ЦБ и теперь ждет ужесточение на 50 базисных пунктов, а не на 25. Ну, будем наблюдать, будет интересно. Пишите в комментариях, как вы думаете, какую брошь Ольвира Сахипзадовна наденет на грядущем пятничном заседании. Ну, движемся дальше. Коля уже заговорили про ЦБ. Вот, если помните, у нас накануне был на Ютубе эфир с Маратом Софиулиным из Фонда защиты прав вкладчиков и акционеров, и мы обсуждали черную книгу финансовых компаний, которую составил Центральный банк Российской Федерации. А тут вот появилась новая инициатива от ЦБ. Директор департамента Банка России по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях поддержал идею создания черного списка частных инвесторов, теперь уже, которые замешаны в манипулировании и которые совершали подозрительные сделки. Цитата Валерия. «Безусловно, мы были бы рады такой список сформировать, но есть ограничения по раскрытию персональных данных, информации. Вопрос упирается в защиту персональных данных», сказал Валерий Лях на конференции Науфер во вторник. Ну и, собственно говоря, он эту идею поддерживает. И, с одной стороны, наверное, это и хорошо, потому что действительно есть огромное количество людей, которые пытаются двигать рынки, пытаются пампить акции, и в этом нет ничего здорового. Но, с другой стороны, как все-таки корректно оценить, было ли это манипулирование, или это было какое-то, условно говоря, совпадение. Не знаю, вот тут хотелось бы, конечно, больше конкретики. Ну и посмотрим. Жду вашу обратную связь. Как вы думаете, нужен ли такой черный список частных инвесторов, и стоит ли ожидать его появления. Какие ваши прогнозы? Друзья, ну и напоследок, немножечко новостей с российского рынка финансовых инструментов. Вот только-только сегодня утром у нас вышел обзор на фонды от Атона, целую линейку. И сегодня вдруг Сбер управления активами выкатывает пять новых фондов. Предлагаю немножечко о них поговорить. Интересны они, потому что фонды как-то не по классам активов позиционируются, как мы это привыкли, да, там фонд на золото, фонд на облигации, фонд на какие-то технологии инновационные, а по уровню риска. И совершенно очевидно, что эти продукты рассчитаны на новичков, которые не очень-то понимают, собственно, какие первые шаги на рынке делать. И, собственно говоря, что за фонды? Это называется смарт-фонды от Сбера. Пять фондов с такими названиями «Консервативный смарт-фонд», «Осторожный», «Взвешенный», «Прогрессивный» и «Динамичный». И вот эти фонды повторяют структуру специальных смарт-индексов, каждый из которых представляет собой готовый набор российских и американских акций, корпоративных облигаций и инструментов денежного рынка. Ну и, соответственно, от уровня риска, которому фонд соответствует, будет зависеть соотношение акций и облигаций. И здесь, конечно, в первую очередь интересно посмотреть на комиссии, которые довольно разнообразны. Вот смотрите, «Консервативная» комиссия 1.07, «Прогрессивная» комиссия 1.37, «Осторожный» 1.17, «Динамичный» 1.57, «Взвешенный» 1.27. То есть мы видим, что комиссии разнятся. Я пока еще не заглядывала в сами инвест-декларации, но по некоторым, да, там по динамичному 1.57, но это прям довольно-таки много. При этом, что здесь немножко меня беспокоит? То, что прописано в документах, что средства фонда, по сути, могут быть вложены куда угодно, от вкладов в банки до фьючерсов. И хотя вот в рекламных материалах говорят, что это действительно только готовый набор ценных бумаг, понятный, да, в зависимости от рисковой направленности фонда. Посмотрим. Но в целом вот еще такую фразу мы обнаружили с командой, вот, допустим, да, описание взвешенного смартфонда. Среднегодовая доходность на горизонте трех лет при нейтральном сценарии составляет 10%, при позитивном 16,3%, при негативном 3,8%. В случае стрессовых и кризисных явлений на фондовых рынках снижение стоимости активов может составлять до 20%. Сценарии не могут рассматриваться как гарантии или ориентир доходности вложений в БПИФ. Помимо этого предлагают пройти специальное анкетирование в Сбербанк Онлайн. В общем, я пока не могу утверждать на 100%, но у меня возникли какие-то неразрывные ассоциации с ИОСами, инвестиционными аппликациями Сбербанка, которые, как вы знаете, недавно ЦБ довольно жестко зарегулировал, и теперь они ни квалом предлагаться не могут. И вот тут вдруг появляется остромодный инструмент под названием биржевой фонд, ну, с такими тоже достаточно неоднозначными, на мой взгляд, условиями. В общем, надо смотреть подробнее. Мы проведем обязательно анализ команды и постараемся как можно быстрее для вас эти фонды распаковать. Но будьте осторожны. И в целом, я думаю, понятно, что такие подобные портфели, ну, в принципе-то, и самостоятельно можно собрать, просто подобрав какие-то активы, там, ну, исходя из своего риск-профиля. Я пока не увидела ничего сверх уникального в таком предложении. Ну, и еще появился еще один новый фонд у нас от Финекс, это фонд FXIP, такой брат-близнец относительно молодого фонда FXTP, но с рублевым хеджем, который позволяет нам покупать, соответственно, долларовые гособлигации с индексируемым номиналом, да, так называемые типсы, которые как раз-таки довольно интересны для покупки в период роста инфляции. И так что тоже можете там, ну, посмотреть поподробнее, изучить этот инструмент тоже. Ну что, друзья, на этом у меня сегодня все. Интересных тем много. Не забывайте писать в комментариях, что вы об этом думаете. А я буду с вами на сегодня прощаться. Спасибо, что смотрели и слушали. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture. Ну, и обзор на линейку фондов от Аттона обязательно посмотрите. Ссылочка на него есть в первом закрепленном комментарии. Под этим видео.